всех приветствую на канале твердка канал домашнего мастера в сегодняшнем видео я отвечаю на ваши вопросы и комменты по-быстрому без всякий без всякой волокиты так переходим на нашу страничку и поехали на это будет спрашивает потянет ли блюстакс блютакс и майнкрафт lenovo и diapod 3 недорогой домашний ноутбук с процессорами так далее вот наше видео сверху скажу следующее инвизио там карточка стоит не сильно майнкрафтик дай боже на простеньких настройках 8 гектар памяти тоже маловатенько двухъядерный просто конечно и 3 но десятого поколения тут тоже как-то так майнкрафтик потянет на средненьких или малых настройках экран 15 и 6 full hd в этом аппарате а так вот этот ноутбук lenovo и diapod 3 крепкий ну будем не очень крепкий середнячок майнкрафт более-менее пойдет так чё говорит много дизлайков за дилетантский обзор как правильно выбрать мясорубку чем отличается белорусская там от импортных ну как да был простой дилетантский обзор купил родной жене будем говорить так мясорубку которая до сих пор прекрасно работает мы все это дело посмотрели с точки зрения простого обывателя они супер-пупер инженера по мясорубкам и все это дело рассказали и кому интересно те смотрят а у кого плохое настроение те дизлайки ставят вы имеете право по любому дизлайки ставит это ваше право это ваша реакция на будем говорить так на инфу и вот как то так так что вполне нормально идем дальше как найти загруженный файл в android смартфоне но это бывает для некоторых очень сложный вопрос потому что кидает в папку download в другие может папки кидать может кто-то там настроил папку для сохранения файлов по умолчанию немножечко другую в установках в настройках самого android это всякое может быть вот так 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 идем дальше блин да как же гать настраивается фон главные страницы microsoft edge настраиваем под себя если честно там есть определенные темы может в настройках тем есть вот эта вот страничка в былые времена через определенные настройки можно было задавать фон или цвет главной страницы но вот эту вот фишку немножечко от нас убрали так что edge продолжает развиваться смотрим наблюдаем и уже в 11 венди он будет у нас занимать превалирующее положение идем далее следующее видео как почистить контейнер дома самостоятельно это очень важная вещь наступает весна вот надо было вообще-то и осенью чистить но лень матушка раньше меня по-любому родилась по осени я не чистил кондиционеры весна перед летним сезоном обязательно надо почистить ваш кондиционер еще раз говорю пыль грязь грибок он у нас живет немножко в дальних таких местах не только на вот на самом испаритель и вот это вот а именно очень хорошо себя чувствует на вентиляторе на вентиляторе это длинный такой цилиндр куча различных интересных лопастей там есть и на нем накапливается и очень сильно въедается никакой вот этот грибок грязь пыль и все остальное никакой химии она не отъедается кроме как физическое воздействие долго в горячей воде щелочи кислоте с помощью различных вариантов да нифига только ручками надо все это дело чистить особенно когда мы вынимаем вот этот вентилятор под вентилятором в нычкарях там живут грибки своей очень интересной жизнью и вот гарик чистильщик коммент оставил много болтовни пацан 14 лет почистил candy дома за 30 минут купил пенный автомобильный антибактериальный очиститель кондиев за 300 рубликов разобрал весь пластик это верхнюю часть 6 саморезов подсунул горбичный короче гримешок под кондей чтобы не обои не завалить грязью залил пеной испаритель 10 минут пока ждал пена осядет со всеми откисшими всякой фигней и стечет мешок за это время помыл весь пластик в ванной сфере далее побрызгал простой водой обильно из брызгалки испаритель все стекло и все горит все нормально дальше ничего не надо сборка в обратном порядке дует как новый свежий чистый воздух изобретать не иготь не надо изобретать велосипед и все эти видосы от профи как правильно надо какую химизя какую нельзя рекламщики дармоеды еще раз говорю вот этот способ просто попурхать какой-то чудо анти супер квадро педро жидкостью а вот все это дело якобы стечет и так далее до первое время у вас будет свежий воздух а вы заглядывали вот на этот вот вентилятор у меня я однажды например сколько года 4 новый кондиционер свой не чистил и я так фонариком свечу а он черный там ну думаю пластмасса черная ну тут такое дело там попытался что-то потереть отверточкой там тряпочкой вот тряпка сразу черная становилась и так далее потом я понял что все это дело надо все таки разбирать а не пурхать или запенивать какое-то чудо-юдо жидкостью и когда я вынул вот этот вот вентилятор после хорошие разборки вот и начал его отмывать часа три или четыре он у меня отмачивался потом я его обрабатывал всякой химии потом что-то химии не помогает щетками жестким ворсом бесполезняк и только мощное физическое воздействие хлопчатобумажной ткани и мужской руки каждая вот эту лопасть и я увидел что вентилятор он не черный он оказывается прозрачно-голубой как фон на нашем видео вот такая там пластмасса была а там были мощные слои вот этой вот грязи на каждой лопасти в каждом уголке и его невозможно было чем-то убрать супер-пупер жидкостями антибактериальными и так далее да первый раз помыть его можно свежий воздух якобы пойдет но позже гораздо позже у вас организуется вообще там своя жизнь грибков и так далее у вас появится легкое щекотливое покашливание в середине груди и соответственно куча других непонятных нюансов так что чистка кондиционера это только полная разборка обязательное внимание вот этого самого вентилятора по всем нычкарям проходится и так далее если пацан 14 лет по брызгал немножко какой-то анти супер-пупер квадро педро очистителем и все у него перестала вонять но это ненадолго берегите свое здоровье дарик чистильщик спасибо большое за комик здоровья вам идем далее так сергей microsoft edge настраиваем под себя в правом верхнем углу шестеренка для настройки есть только замены языка больше ничего нет напишите где причина причина надо в левый угол открывать ваш microsoft edge в полный экран заходить в настройки и так далее и тому подобное в этом видео в этом видео я рассказываю именно каким макаром туда зайти не внимательно смотрели как восстановить файлы данные на смартфона горит а ягод вообще удалил приложение что делать заново поставить да и все ничего страшного все вот эти вот ваши программульки они в play маркете находится их везде можно найти это не проблема когда вы захламляете свой смартфон различными непонятными прогами вот потом удаляете их и потом ой не могу найти не надо ребятки вспоминаем название в play market скачиваем самое последнее новое что это не проблема удаление царапин с экрана вашего устройства своими руками ребятки коммент от lex ромео да это же г гениально гениально и так далее ребятки это залет это залет называется когда у вас и видно царапина на вашем мониторе чем-либо убрать ее зашлифовать не получится если у вас еще монитор будем говорить так долгое молчание это значит означает что я думаю он у вас не блестящий например видно и на блестящим тоже видно почему я вот это дело рассказываю у меня был бы ушный монитор его там была царапина такая но блин она на постоянку протрешь влажной тряпочкой не видно хорошо прекрасно высыхает блин опять есть я взял следующее взял просто машинное масло и аккуратненько спичечкой или зубочисткой вот это вот пробовал конечно заполировать ерунда наоборот больше видно вокруг царапины видно и так далее и вот эту царапину я просто наполнил аккуратненько под увеличительным стеклом машинным маслом и вы знаете и вот это вот царапинка ее видно не стало и это дело не протирая экран например месяц можно спокойненько работать все нормально когда вы протерли опять ваш экран и у вас опять она появилась вот это вот царапинка тоже аккуратненько машинным маслом машинное масло как раз подходит под коэффициент преломления вот вот эту пластмассу и принципе она помогает у меня такая штука была и она помогала на бушном мониторе у это было спасение так что тут как-то так гениально да гениально выходим из положения прям тут на месте и уже как почистить телефон от мусора и ускорить его работу хорошее видео было и роман пишет после просмотра видео сразу почистились правая чакра и нормализовалась определенные испускания спасибо добрый человек если честно да это очень полезнейшая вещь когда ваш смартфон наполняете кучей непонятных программ особенно программы в которые вы совершенно не заходили у вас соответственно уменьшается основная память уменьшается флэш памяти ваш аппарат начинает грубо говоря жрать очень сильно батареи потому что программы работают фоновом режиме когда вы даже не знаете что это такое фоновые режимы как и все это дело настроить вся он как например есть это дело правильная штука настройка вот у вас начинается жор батареи батареи не работ вообще на тормоза и вы так смотрите на свой аппарат ерунда какая-то шоу меня за аппарат а вот такая штука делаем следующее программки всегда можно найти в play маркете делаем следующее правильно удаляем программы заходим настройки программы удаляем сперва кэш удаляем все обновления удаляем программу уходим следующее убираю все лишние программы в которой мы не заходили месяц следующий раз можно будет их скачать и таким образом мы очищаем нашу память нашу голову от всякого мусора чакры ваши прочищаются соответственно жор батареи уменьшается смотрим в автозагрузке что у нас на на вашем смартфоне есть смотрим по работе по работе в фоне вся у морских это вот настройка очень хорошо представлена и ваш аппарат оживает и довольно таки быстренько начинает работать правильная вещь правильно спасибо следующее видео у нас было полосы на экране монитора пока или ноутбука причины и что делать у меня горит проблема просто две синих полосы если это у вас на ноутбуке или на мониторе если вы не радиолюбитель все это дело несем в мастерскую скорее всего это матрица вашего монитора или матрица вашего ноутбука бывает не контактович шлейфе различные шлейфы есть именно под на плате управления вашей матрицы и так далее бывают несколько полос вертикальные горизонтальные все зависит именно от поломки радиолюбители могут все это дело сделать то есть разбираем монитор смотрим шлейф и вынимаем шлейф и чистим спиртиком где натуратом у кого есть или просто спиртом или просто резиночкой все это дело протираем подтыкаем делаем обслуживание собираем включаем и скорее всего у вас вот эти полосы пропадут так что вот как то так некоторые наши нетерпеливые зрители под видео что делать если не включается телефон смартфон или планшет правильное было видео я рассказывал почему он может не включаться а некоторые товарищи куда-то спешат бегут и говорят сколько порги ох я спешу спешу мне вдаль надо в глушь и так далее ну хороший хотя бы комент спасибо большое не спешите следующее как увеличить дальность связи носимых радиостанций простой способ это наш петро петруха у r5 кп сделал небольшой противовес на 145 мегагерц и вы знаете да это улучшается то есть когда у нас есть гпшка будем говорить так как всех всем антеннам гпшки не хватает если просто штырь имеется не хватает противовеса когда мы руками беремся мы наше тело выступает как противовес а если могут под в этом видео кусочек прикрученный снизу кусочек рулетки китайской рулетки под такой же размер сделан противовес улучшает это радиосвязь до улучшает на полтора два балла по-любому и задают даже определенное направление эта штука работает полосы на экране мониторы и один чувак пишет белкин белкин чушь они видео полезной инфы 0 и так далее ну если инфы 0 значит выкидывайте свой монитор так про вирусы подымать вопрос не будем фаер пишет подписался мне у вас понравился если вас не затруднит напишите комментарий под моим видео ниже во втором комментарии оставил приглашение заходим на фаера а что мы наблюдаем а у него вообще пустой канал хороший вопрос хорошее спасибо было видео у нас как отремонтировать пауэрбанк что помогает найти ну короче говоря вот в этом видео я рассказывал как я восстанавливал свой первый пауэрбанк и вот мне пишет владимир пронин говорит добрый дуг сообщите пожалуйста мне как можно вам отправить на ремонт подобный прибор ну если честно просто времени не хватает заниматься вот такими ремонтами и так далее ну что разбираем аппаратик смотрим что у вас за будем так аккумулятор и так далее вот мы от моей видеокамера от панасоника аккумулятор есть такой и вот он ну я его камеру бушную покупал и соответственно вот аккумулятор у меня грубо говоря отказал не хочет работать потихонечку буду его вскрывать и смотреть что за аккумуляторы и будем решать вот этот вопрос на своей старой камере тоже панасоник у меня тоже был аккумулятор тоже сел я его разобрал закупил два аккумулятора в комплекте припаял все поставил сделал включил работает так что это не вопрос не вопрос по пауэрбанке можно восстанавливать обязательно разбираем с большим удовольствием потому что терять нам уже нечего и приступаем к этому вопросу аккумуляторы можно заказывать именно пути по размеру смотрим типа размер какой там есть название на самом аккумуляторе и можно заказать на алиэкспрессе вопросов нет или где-то в интернет-магазине следующий вопрос можно ли подключить смартфон к телевизору это очень интересное видео большое количество просмотров артема довинга это а вайфай вайфай адаптер подойдет ну как то так попробуйте попробуйте если поддержка этого дела вайфай адаптер в ваш телевизор воткнуть будет ли все это дело восприниматься работать и так далее все зависит от марки вашего телевизора как изменить частоту обновления экрана у процента у меня горит максимум 60 виттер пишет скажу следующее если ваш не цртшный цртшным то есть в трубчатым старом мониторе до 60 герц по глазам ездила очень сильно в моем случае например лсдшный там до лампочки 60 75 80 такого сильного такой сильной разницы вот в этих параметрах вы не увидите если у вас ваш монитор поддерживает 144 и в том числе ваше железо видеокарта держит 144 понимается все nvidia сенхи вот эти и так далее ну тут уже да вы почувствуете и по игрушке и так далее что у вас изображение шикарнейшая а вот это вот типа 60 75 на lcd жки до лампочки вы не учуете ничего и у вас все будет нормально работать но моих например стоит 65 до лампочки все нормально пыхтит работает учитывать то что я в игрушке не играешь если у вас 60 закройте этот вопрос и забудьте этот вопрос так вот мужики подсказывают где у нас начало изучаем и слушаем sdr консоли версия 3 ну чё хорошее правильное видео кто хочет стать радиолюбителем и хотя бы послушать все это дело заходим в нидерланды там у нас серверочек есть загружаемся согласно нашего видео и слушаем довольно таки интересная штука и вы первый раз послушайте и услышите именно дыхание эфира эфир это вот радиоэфир послушать как что ssb а м ч м это куча частоток и так далее так про айфоны тут что-то воспоминают плачут обнимаются и любят друг друга следующий ремонт настольная лампа дневного света своими руками да вот в этом видео вот наверху видео это я вам показываю где что можно заменить чтобы все это дело восстановить следующая в вот таких лампах с энергией с берегайкой часто улетает конденсатор там впоследовательность стоит с цепями с цепью накала на большой вольтаж 1200 вольт там 0.01 микрофарад что ли вот его надо менять и так далее если честно ну как-то так большая нагрузка 9 ватт вот бывает китайские наши друзья выпускают вот эту вот плату с блоком питания там слабенькое все это дело 9 ватт всякое бывает у я например сделал меня она долго работала пока не ушла дальше к другим людям что делать или разбил экран смартфона а тяжелая штука когда гать сломал телефон до конца и она не включается и смотришь с маминого телефона ну вот как-то тогда со старого маминого телефона телефон не видит сим-карту не беда исправляем ошибку вот пишет наш шурик пишет что делать если мой папа вставил симку и палочки связи появились напиши что нет сим-карты ребятки все вот эти коммутации сим-карты лучше делать при выключенном аппарате скорее всего в включенном аппарате тыркались пыркались там несколько раз и так далее первое выключаем аппарат второе правильную сим-карту чистую сим-карту не заляпанную не окисленную без окисленных текстовых почистить надо если она старая бывала почистить обязательно вот эти вот контакты желтенькие вставляем закрываем включаем и у вас должно все работать по телефону по поводу кондиционера что там чистка и так далее как почистить контейнер самостоятельно ребятки на видео все показано на нашем канале отвертка очень много видосов посвященных различным способом чистки наших кондиционеров повседневная чистка ежегодная чистка я там все показываю а вот именно по телефону что-то где-то и так далее куча видосов смотрим я не любитель балакать если честно по телефону подробный обзор нэти сам это железячка у нас работает качестве усилителя каждые 5-7 8 часов отваливается юсб интернет от этого роутера модем ешка в чем может быть проблема ну надо посмотреть заходим через веб-интерфейс в настройки в вашего юсб роутера роутера и смотрим что у вас там прописано бывают настройки что определенный сброс какой-то делать и так далее чего не любит например сам роутер и так далее именно по модему надо разобраться вот как то так смотрим каждую галочку читаем изучаем матчасть чтобы она у вас не отваливалась так рассылки виктория и вот виктория якфарова пишет вот рассылки но вот смотрите вот пишет а пустой канал хороший вопрос на ответ а может уже отвечали самые простые способы связи если вырубили мобильную связь пишем письма телеграммы можем отправлять ну как то тогда если вырубили мобильную связь заходим в проводную связь в интернете на ваши е-мейлы тоже пишем следующее как по провести чистку кондиционера своими руками это перебор нет ребятки это н.к. пишет это перебор нет это не перебор еще раз говорю чистка кондиционера именно полная вот этого вентилятор который блин покрывается толстым слоем вот этого интересного налета который не отшкрябывается блин ничем никакой химии и так далее все вот эти пурховы не чудо средствами чудо пузырчатыми там что-то такое свежесть и так далее все это ерунда только физическое воздействие на этот грибок приведет к вам приведет вас к правильному здоровью вот этот легкий кашель щекотящийся вот здесь вот это ерунда поверьте мне если ноутбук уже разрядился и не включается но если он разрядился то он точно не включается делаем следующее проблема не заряжается ноутбук подробно вот этих подробно ну то есть подробно об этом вопросе хороший вопрос следующее что можно сделать если у вас съемный аккумулятор мы его вынимаем 5 минут ждем потом включаем зарядку включаем зарядку в сеть и пытаемся включить ваш аппарат долгим нажатием коротким нажатием средним нажатием на кнопку включения питания если у вас будем говорить так аккумулятор не съемный что делать соответственно включаем зарядку даем часика 2 постоять чтобы он попытался как-то зарядиться долгим нажатием коротким нажатием на кнопочку пытаемся врубить ваш аппарат потом смотрим видео проблема не заряжается ноутбук перезапустить проводник тоже помогает а когда не показывает все это дело смотреть на драйвера стоят ли правильные драйвера именно системные драйверы под ваш ноутбук и как-то ковыряться если вообще уже ничего не помогает в мастерскую как выбрать подходящий музыкальный смартфон разбираемся с цифроаналоговым преобразователем наши зрители мне здесь подкалывают человек рассуждает о звуке и музыке шумом на фоне наизгает выключи пылесос скажу следующее но не у каждого канала вот именно на то время на время выхода вот этого видео были правильные микрофоны у меня как раз применялся правильный микрофон фирмы шур но он был для конференции он был все направлен он хавал все шумы которые были у меня в лаборатории и соответственно мы загребали все это дело сейчас применяется уже конденсаторный микрофон однонаправленный супер кардиоида доработанный мной еще а может когда-то вам даже и покажу вот и все сейчас со звуком у нас все нормально спасибо за ваша вашу реакцию так у нас есть определенные нервные товарищи под видео что делать если вы разбили экран смартфона пишет разбил из-за игры бой тенью 2 но мне говорит пофиг у меня батарея раздутая и скоро все развалится но интересное понимание всей жизни будем гореть и так далее так что удачи вам дальше можно как-то через коленку все это дело чтобы тапки отвалились ну и так далее так что удачи вам я думаю все получится так компьютер без программного обеспечения как кусок железо поэтому учесть такая но у нас был обзор небольшой радио 86 rk это мы вспоминали наши первые компьютеры первый компьютер у меня был радио 86 rk я знаю такой сам программа набирал вводил коды вот эти вот запускал и так далее работал да 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 телеграф принимал и так далее так что это было начало с большим уважением отношусь к старому компьютеру радио 86 rk говорят что в супермаркете находиться домашней белой крыса она поможет вам выборе правильной продукции 7 продуктов из китая которые нельзя даже есть будем говорить так под всякими вариантами ну может быть да да крыски умные товарищи планшет всегда показывает заряд батареи даже не подключены посоветуйте что делать пожалуйста интересный вариант сброс заводские настройки с последующим восстановлением ваших всех программ я думаю поможет середина смотреть но есть такие товарищи мало полос спасибо большое так ну и последний вопрос как почистить фетровый головной убор у нас есть отдельное видео как пуховики и чистить и так далее с помощью нашатыря это говорит нашатырь дядя говорит шмыгает и просил и просил открыть форточку когда начинался ролик да ребятки нашатырем разбавляем водичкой нашатырь водичкой полотенчика щетки чистим свои пуховики фетровые головные уборы очень хорошо чистится но все это дело надо проводить обязательно с открытыми окнами при хорошем проветривании сквознячки и так далее чистка довольно таки хорошая получается пуховики в районах карманов вот на рукавах на локтях все это дело вычищается махровое полотенчика хорошее такое хлопчатобумажное окунаем вот в этот раствор и фигарем хорошо чистим можно щеточкой помогать потом несколько раз протираем и у вас домашняя чистка будет на высшем уровне это канал отвертка канал домашнего мастера и я сегодня отвечал и комментировал на все ваши вопросы за прошедшую неделю задавайте вопросы пишите комменты я с удовольствием буду с вами общаться на сегодня все пока